Утро в маленьком городке Сан-Матео на Ибице началось с праздничного шествия жителей города. Народ чествует своего святого покровителя Матвея. Его статую сейчас как раз несут значимые люди этого маленького городка. В это время на прибрежной стороне острова тоже идет своеобразный парад. Участвуют совсем другие жители Ибицы. Такие патажные образы и яркий перформанс – это реклама очередной ночной дискотеки. У нас сегодня будет праздник, приходите к нам. Кстати, билеты на такое мероприятие можно купить рядом с пляжем на набережной от 35 до 100 евро. Клубный бизнес на Ибице – основная часть экономики острова. Коммерчески успешная уже несколько десятков лет. Ибица – это центр мира. Здесь все самое лучшее – люди, развлечения, клубы, аналогов, которым нет в мире. И именно благодаря этому Ибице – это один из популярнейших курортов мира. Во время сезона с мая по сентябрь на такие праздники жизни приходят ежедневно несколько десятков тысяч человек. Они приехали на Ибицу за бурной ночной жизнью. И, возможно, даже не знают, что днем на острове тоже танцуют. Болярские народные танцы, например. Следующее действие городского праздника – танец ухаживания бал-паджес. Вокруг одного мужчины плавно кружат целых три женщины. Веет духом патриархата, не правда ли? Еще бы! Арабы правили на острове 500 лет. Это все их влияние. Островитяне это помнят и чтят. Коленные жители Ибицы – доблестный народ, который сохранил свое культурное наследие и традиции. Многие люди воспринимают Ибицу как остров вечного праздника и ночных дискотек. Но это не так. И стоит заглянуть на настоящий чистый праздник, например, на тот, который проходит сегодня в Сан-Маттео, чтобы прикоснуться к истории и понять истину. Слушая стук кастаньет и барабанов, наблюдая за тем, как восьмерками кружатся танцоры в нарядах прошлых эпох, начинаешь понимать истину. Вот она, какая Ибица, самобытная. Правда, такое ощущение быстро развеивается, когда после праздника в соседнем городке открывается первый ночной бар. Люди приезжают на Ибицу отрываться и наслаждаться свободой, которую в изобилии дарит этот остров. Возможно, поэтому они порой ведут себя так, будто их выпустили на волю после многолетнего заточения. Ибица станет последним оплотом жизни на Земле. Изрек как-то Нострадамус, согласно предсказаниям этого французского астролога и физика, живущего в 15 веке, когда ядерная катастрофа уничтожит практически все живое на планете, благодаря уникальной розе ветров Ибица станет единственным местом, пригодным для жизни. Вот тогда и заживем на этом острове-клубе. Что ни день, то праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова